А здрасте, а всем друзья приветуленьки, у нас золотой колос продолжается и 9 серия предпоследняя в этом сезоне, последний рывок кучи бабла. В общем-то всем приятного просмотра, если не подписаны на канал, то подписывайтесь и погнали. Что же друзья нам надо сегодня сделать? По факту ничего особенного, нам нужно убрать наши поля, 4 разных урожая у нас растет, на 4, 5, 6, 7 полях у нас растет канолка, мы ее убираем и отвозим на маслоэкстракционный завод. На 8, 9, 10 и 11 у нас растет рожь, то же самое, отвозим на мельницу, делаем из нее муку, вроде как до следующего дня должно будет успеть переработаться вот это вот все количество. На самом большом поле, 21, 22 у нас пшеничка растет, под теми же предлогами в общем-то это все дело сажалось. И на 19 поле у нас растет лен, который тоже в масло будет переделываться, может быть некоторые скажут, что я психопат и столько денег оставляю на поле, но солому мы собирать с него не будем сегодня. Все дело в том, что друзья, солому эту продать в том количестве это довольно геморройное занятие, особенно после того, как вы покупаете ткацкую фабрику. То есть ну 300 кубов можно продать, это всего ничего. В прошлой серии мы купили ткацкую фабрику и весь наш урожай он не влез на склад. Там склад на 2,5 миллиона литров, в общем-то еще осталось немножко тюков, а хлопка прям до хренища осталась, который не влез. Ну в 10 часов утра у нас фабрика возобновит свою работу, поэтому мы все это дело позакидываем, точнее не все даже, а все что сможем. Если мы полазим по менюшке, ткацкая фабрика, ну место немного освободилось, но его тут совсем немного освободилось, короче довольно медленно работает эта штука. За один день она нам сделала 60 кубов ткани всего лишь. Скорее всего друзья мы ее оставим на следующий сезон и хлопком и льном заниматься я больше не буду, пускай перерабатывается, потом мы будем от нее избавляться, потому что как-то не сильно надо. Посмотрим еще в следующем сезоне, что у нас там будет с шерстью, потому что есть еще линия производства пряжи, ее тоже надо будет запустить, посмотреть как это работает, хотя с другой стороны пряжа ну 90% получается, выходит. Но чтобы ее можно было много продать, я бы тоже конечно не сказал, 150 кубов сейчас доступно, плюс шерсть не намного дешевле я бы сказал, так что не знаю, посмотрим. Остальные заводы у нас все стоят кроме свекольного, немножко есть у нас продукции на мельнице, дело в том, что я прошлый день вечером забавлялся контрактами, у нас как раз вот стремец спонсорский был, мы там убирали урожаи, некоторые урожаи я продавал, а некоторые отвозил остатки на свои предприятия, поэтому на мельнице немножко есть ржаной муки, самую малость. На маслоэкстракционном заводе появилось немного меканола сюда отвозили, это рапсовое масло, оно его в принципе и так тут какое-то количество было, поэтому в общем-то это все не серьезные такие цифры. Но сейчас мы эти заводы все позапускаем, ну не прямо сейчас, а вот сегодня. Я надеюсь, что до завтра они все закончат свою работу и все будет нормально. Друзья, у меня появилось обновление, на тест выделили животных, правда уже и фиксов было куча, и их будет еще до хрена, поэтому следующий сезон скорее всего не заставит себя долго ждать для спонсоров. Перерыв-то между сезонами мы в любом случае сделаем, так что если хотите, друзья, смотреть прям сразу по мере записи, а если вы еще не оформили спонсорку, то скорее всего оно даже уже все записано, то в общем-то с этим всем делом Короник, все животные, в общем-то мы их все посмотрим в следующем сезоне. Если кому прям сильно интересно, то в общем-то вы знаете, что делать. Ну а мы тогда погнали работать на полях. Начинаем, друзья, с 22 поля, на самом деле оно единственное, которое созрело на данный момент, потому что раньше было убрано, раньше было посажено, и поэтому убираем сначала его. Сюда я отправил сразу два комбайна, они будут ехать друг за другом, параллельно друг с другом, скажем так. Ну и два грузовика. Эти самые грузовики будут отвозить все на базу. Просто интересно мне, сколько отсюда пшенички получится, поэтому сначала на базу, а потом отвезем все по заводам, это не проблема, это все быстро произойдет. Остальные поля у нас пока что не созреты, поэтому на них пока внимания обращать не будем. Зато погнали к нашим тепличкам, посмотрим, что там да как. А вообще даже не к тепличкам, а в садовый центр, потому что нам надо купить рассаду. Но у нас, друзья, есть гигантские проблемы с финансами. На самом деле нам на рассаду надо 560 тысяч денег, а у нас всего лишь 294 плюс из расходов, которые сегодня обязательно должны быть выполнены, это удобрение всех полей самолета, и это занимает еще 52 тысячи. Соответственно, нам нужно брать кредит, чтобы у нас, ну, 620 тысяч на балансе стало. А это значит, что больше 300 тысяч надо брать в кредит. Самый косяк, что могут случиться другие непредвиденные расходы, типа амортизации недвижимости за что-нибудь, там, аренда склада какого-нибудь, еще что-нибудь случится. Ну ладно, пускай пока так. 325 тысяч кредита мы берем пока что. Если что, у нас есть возможность до 500 тысяч взять этот самый кредит. И, друзья, берем рассаду. Поставим ее ручками на Урала сейчас, аккуратненько. Надо, наверное, его как-то поставить тоже, чтобы удобнее это все дело было загружать. Например, вот сюда. Пускай здесь стоит. Ища мы все это дело отнесем и аккуратно на платформу боком поставим. Как в прошлый раз, чтобы отправить Урала и все загрузилось. Вот так вот, бздынь. Даже почти ровно. Но, да, потом придется, конечно, это все дело двигать. Может, с автозагрузкой, конечно, и проще было в прошлый раз, чем по одному поддону ставить это все. Ну ладно, поставим уже так. Третий поддончик, бздынь. Вот они, кстати, первый ряд ровно стоит, относительно. Ну ладно, да, не ровно. Но нормально, пойдет. Погнали сначала их, наверное, на платформу все кинем, а там уже будем распределять и делать красоту аккуратную. Пододвигаем. Ну и вот они, 7 штук в один ряд помещаются. Это прекрасно. Здесь, правда, 6 стоит, но на один место, твою мать, еще есть. Это сейчас тоже упадет стоять. Да че ж вы падаете-то? Ну вот так вот. Вроде бы даже ровно. И может быть даже сюда место останется, чтобы поставить второй ряд. Опять я извращениями занимаюсь, а? Вот зачем? Так, пойдет. Пойдет, потом будем двигать, что не пойдет. Берем еще 7 штук. И у нас остается 67 тысяч на удобрения и на какие-то мелкие расходы. Еще на заправку может потребоваться. По поводу семян, друзья, я в прошлой серии еще все посчитал. Лишнее все отвез. Лишние семена, которые нам не нужны будут, чтобы деньги тоже какие-то поднять. И то, что надо прикупить, я все прикупил. Что, так нормально будет? Не очень, конечно. Хотя нормально, ладно. Второй суем. Упс. Стоять. Сдень. Даже стал. Даже ровненько. Даже пойдет. Вот этот, наверное, надо вот как-то так вот поставить. А есть же люди, которые всегда с этими погрузчиками играются. Может, и мы как-нибудь поупариваемся на каком-нибудь карьере. На самом деле, если играть с сезонами, то можно и с погрузчиком поиграть. Без всяких автоподборов. Почему бы и нет? Как бы это все же не часто делаешь. Да я в каждой серии, каждый день, по сути дела. С сезонами-то не каждый день. Хотя там времени мотать надо миллион часов. Упс. Чуть-чуть задел и что-то пошло не так. Вот правый ряд, кстати, как-то даже прям ровнее у меня стоит. Хотя, до ровного здесь, когда Китай раком. Я помню, кучу каких-то поддонов грузил руками на отрадной долине. Не на отрадной, а на зеленой долине. Во. Вот те, как пойдет. И, друзья, последний поддон. Последний. Бздынь. Я знал, что так и будет. Вот так вот, бздынь. И все, и нормалды. Все стоит. Все сейчас закрепится ремнями. Во, все четенько, да? Да. Загружаем его маршрут. Так, вот это мы удаляем. Картофан. Контракт на посев картофеля у меня был. И теплица-посадка. Давай со стартовой точки. Едь. Ты же доедешь до стартовой точки или не доедешь? Хренушки он доедет. Все ему тут, видите ли, мешает, а? Давай, со стартовой точки. Сейчас-то ты точно доедешь. Его мы отправляем, отпускаем. Он приедет, помоется, скажет нам, что приехал и помылся. Ну, то, что он помылся, не скажет, но то, что он туда приедет, скажет. А если он туда приехал, значит помылся. Логично. Далее лезем в меню сады и теплицы. Нужно внести удобрения везде. Уже есть 566 кубов клубники на восточном тепличном комплексе. И на северном примерно то же самое. Туда мы тоже вносим удобрения. Но и на три посадки удобрения у нас еще осталось. Я так понимаю. Как раз за весь следующий сезон-то и израсходуем. Ну, с теплицами тогда понятно. Возвращаемся обратно на поле. Они тут идут все еще первую полосу. Но на самом деле, если мы посмотрим на карту, то это первая полоса. Она, посмотрите, какая широкая. То есть они уберут это все относительно быстро. Если, конечно же, автодрайв не будет тупить, как он это в последнее время любит делать. Вот сейчас вот этот стоит и никто к нему не едет. Какая жалость, да? В общем-то, друзья, сейчас у нас идет уборка. Когда это все дело доубирается. А не, поехал, смотри-ка. Какой умный. Это все дело доубирается. Там, замучу посев. И мы с вами встретимся, поговорим, обсудим, что вообще произошло и происходит. Ну и вот, друзья, у нас заканчивается уборка поля. На самом деле, я тут вручную разгружал эти все комбайны. Два как раз на двух грузовиках параллельно работал. И это было вот. Ни комбайны не простаивали, ни я не простаивал. Все четенько прям. Этого товарища мы тогда отправляем на разгрузку. Комбайн мы второй снимаем. Первый я уже снял. Он там вперед немножко уехал. Отправил на 19-е поле. И этого мы, соответственно, сейчас отправим тоже туда. Оба мана поехали сейчас на разгрузку. Один только что разгрузился. Сейчас надо будет запустить нашу мельницу. Так, дружище, давай на поле 19-23. Шуруй туда. И ты молодец. И еще, кстати, надо, друзья, это поле удобрить. Увы, чтобы сэкономить время, я уже запустил сейлку, которая здесь уже сеет и культивирует одновременно. Соответственно, второй раз удобрения мы будем вносить, когда посевы взойдут. Чтобы все было равномерно и четенько. Вот тут Джонни катается и все хорошо. За это время у нас здесь созрели остальные поля. Поэтому можно сейчас будет сразу же приступать к уборке льна, который находится на 19-ом поле. Здесь рядом комбайн я сюда уже пригнал. Тут, в общем-то, все хорошо. Повыполнял я несколько контрактиков еще за это время. На чужих полях там курс плей просто запустил, да и все. Так что у нас баланс немножко растет. Ну и буду я продолжать впарываться в это все дело. На большом поле, кстати, у нас растет лен. А я вот это уже показывал сюда. Да, погнали тогда на базу, потому что надо запускать товарища, который будет возить все на мельницу. Я вот не знаю, может быть трактора запустить маленького по 14 кубов. Пусть катается себе, наматывает километры. Сколько вообще всего у нас, кстати, собралось пшеницы? Пшеницы собралось 530 кубов. Многовато. Картофеля, а, картофеля было потрачено из первой части. Это я выполнял контракт на посадку картофеля. 40 тысяч за это платили, поэтому я не смог удержаться. У нас сейчас проблемы с финансами, ни для кого это не секрет. Хотя вроде как все будет хорошо. Я уже все рассчитал с кредитами и все хорошо. Плюс контракты, да. Ладно, отправим, друзья, мана вот этого зерновоза, чтобы быстрее катался. Выведем его сейчас на дорожку и отправим возить пшеничку на завод. 530 кубов и плюс еще 23. Товарищ вон едет, везет. Ты, друг, значит загружаешься на база зернозагрузка. Едешь ты на мельница выгрузка и везешь туда пшеницу. И бесконечное количество раз. Хотя на самом деле тебе вроде как 10 раз надо скататься. Причем ровно 10 надо будет. Ну, в общем-то, катайся. Ну и мельницу сразу же, друзья, давайте в завод, чтобы она запустилась сама. Выставляем здесь пшеницу, включаем линию. И фасовочную линию тоже сразу включаем линию. И все будет у нас работать. Далее, друзья, я потихонечку убираю лен. По той же схеме, по которой я это делал. И когда он уберется, мы с вами еще раз встретимся. Как-то так. Знаете, друзья, лен убрался как-то в разы быстрее. В принципе, оно-то понятно. Поле меньше, плюс урожайность меньше. Как-то меньше остановок каких-то было и так далее. В общем-то, вот этого товарища отправляем на поле номер 10. В следующий раз, потому что именно его мы будем убирать. Вот этого товарища мы с маршрута снимаем. Все отцепляем, все сворачиваем. И тоже отправляем на поле номер 10. Фенда я уже туда отправил. И второго грузовика я уже тоже туда отправил. Вот этот грузовик сейчас разгрузится и поедет тоже туда. Поле номер 10. Давай, дружище, едь туда. Ну а это поле, разумеется, мы удобряем тогда. Тоже самолетика. Это у нас поле номер 19. 6800 минус. Кошмар. Ну вообще денег я трохи подзаработал сейчас на контрактиках. Пока это все дело выполнялось. Давайте сбегаем еще на соседнее поле. Посмотрим, как дела у нашего Джонни. Ну он потихоньку работает. Уже туда-сюда обратно катается. Если взглянуть на карту, то довольно большую часть работы он уже сделал. Ну когда закончат, переставим его на 19 поле. На нем мы будем выращивать ячмень, как ни странно. Но это уже, друзья, на следующий сезон. Далее, друзья, у нас пойдет уборка 8, 9, 10 и 11 поля. Тут у нас растет рожь. И эти поля я буду уже убирать тремя комбайнами. А после этого 4, 5, 6, 7 тоже тремя комбайнами. Потому что здесь можно будет это одним грузовиком на самом деле делать. Потому что близко возить. Это я тоже смогу собственноручно-то делать. Поэтому тут все просто. Погнали тогда на базу. Отправим комбайна. Тоже на поле. Точнее, тут как тремя. Тут Джонника я сейчас отправлю на 11 поле. Его он будет убирать. А я на грузовике буду с ними спокойно справляться. Давай, Джонни, настало твое время. Ты у нас, дружище, ездишь на поле номер 10. Ну и разумеется, мы тогда ангар закрываем, чтобы он не мешал. Что у нас, друзья, еще происходит? Заводы. Мельница. Пшеница уже отвезлась около 150-160 кубов. Хотя намного больше, потому что 14 кубов уже переработалось. Но мельница у нас относительно быстро работает. Если мы сейчас перескочим на вот этого товарища, ему осталось 7 поездок. Тоже относительно долго. После того, как он их закончит, он поедет на автомойку и там припаркуется. Нам надо, друзья, еще и лен запускать тогда. И раз у нас свободный, скажем так, грузовик появляется. Вот он, кстати. Давайте-ка мы его туда снимем с маршрута. Выгрузим оставшийся лен, посмотрим, сколько его стало и отправим работать с трактора, наверное. Хотя можно и этого товарища отправить. О, дружище. Да, тут ты проехать явно не можешь. Но если очень постараться, то в принципе сможет. Это же Джонни, это же не какой-то вам там. Ну вы поняли. Хотя можно отправить, в принципе-то и грузовик этот лен отвезти весь. Три раза съездит, припаркуется. Че, нахера трактор там учить? Хотя, с другой стороны, трактор это весело. Вот кубов 150 получилось, если так, на мой взгляд. Ну, а если быть точным, то давайте посмотрим. А, 200. Четыре раза он все-таки ездил выгружаться. Знаете, давайте все-таки вот этого отправим. Четыре поездки и он нормально все сделает. Вот, загружается на зерно загрузка, на маслозавод выгружается, возит лен четыре раза и после этого на автомойку парковаться. И все у него в принципе-то получится. Погнали, тогда еще выставим в работу всех вот этих пацанов, которые у нас уже скорее всего приехали на поле. Да, тут прям пробка собралась, но ничего страшного. Это поле у нас побольше, чем льняное и плюс урожайность ржи здесь тоже побольше, поэтому скорее всего времени на все это дело уйдет тоже больше. Давайте его, наверное, запустим вот отсюда тоже по кругу, четыре раза, все как обычно здесь будет работать. Например, вот отсюда. Да, муки ржаной тоже будет немало. На самом деле это даже и хорошо. Я люблю, когда много всего. В следующей серии будем все это дело продавать и будем зарабатывать бабло. Генерируем такой же маршрутик, хотя тоже четыре круга и потом четыре полоски. Как-то не сильно и не внушительно, если честно, сейчас это выглядит. Хотя 27 метров, скажем так, рабочая полоса. Это вам тоже не шуточки. Вот этого товарища мы разворачиваем, везем туда же на старт. Жатку ему здесь же тоже отцепляем. Цепляем ее на другое место. Все стандартно, все вообще как обычно. А что Джонни на десятое поле? Я же ему на одиннадцатой говорил ехать. Или его бес попутал, или что еще случилось, хрен его знает. Выставляем его на стартовую точку, копируем ему маршрут идеала и запускаем его со стартовой точки. Все просто. Короче, этот товарищ тоже у нас будет работать. Погнали еще Джонника переставим. А не, я его на поле десять отправил. Ха, ну и ладно. Мы его тогда вручную уже перегоним. Этот тоже будет быстрее. Он точно быстрее закончит свою работу на одиннадцатом поле, чем эти вдвоем на этом. Но остановится, будет стоять, все будет нормально у него тоже. Они когда останавливаются, есть не просят. Я же зарплату им не плачу за все это дело, так что нормально. Сжаточку мы тоже отцепляем. Цепляем ее наперед и выставляем его в маршрут. Надо будет генерировать его, но ничего страшного. Тут урожая не сильно много будет, если так посмотреть. Хотя, кто знает, кто знает. Посмотрим. Его отправляем со стартовой точки. И все, этот товарищ тоже пошел работать. Единственное, что еще надо посмотреть, чтобы наш масляный завод, линия Джима масла, включаем линию, чтобы она сразу запустилась. Еще 200 кубов приедет. Я думаю, что они вместе с канулой, которую мы соберем, успеют за сутки переработаться, чтобы завтра мы это все дело продали. Ну а вот этот товарищ, я беру управление в свои руки. Кстати, идеал уже забился. Короче, сейчас я тут буду кататься, не перекататься мне. Буду со всеми этими тремя комбайнами одновременно работать, выгружать рожь и все будет нормал дым. В общем-то, встретимся, когда это поле тоже будет убрано. Ну вот, друзья, у нас и вот эти большие поля у нас тоже убраны. Прошло около часа. С момента, как мы запустили все это дело оперативно, довольно-таки, я вам скажу. Я уже отправил самолетик удобрить левую половину, она как раз раньше убралась. 11-е поле тоже уже давно убралось и давно удобрено. Тут все понятно. Осталось только еще 10-е удобрить. Тут у нас как раз еще, кстати, вон на заднем плане работает Нью Холланд, который это все дело культивирует. И можно, друзья, сразу отправить вот этого товарища. Я ему уже давно настроил и автогруз, и автодрайв, и курс плей. Осталось только нажать кнопочку. И он поедет сеять сюда кукурузку на вот это большое поле. В следующий раз мы ее будем оттуда убирать. А мы возвращаемся на поле, и вот этого комбайна можно прерывать с работы, потому что у него последняя полоска, которая, ну, знаете, как это бывает, ее уже идеал убрал. Он по пустой поверхности абсолютно едет. Мы разгружаем сюда вот этого вот товарища. Я, кстати, пока выбирал семена на эту сажалку. Оказалось, что соя тоже может ей сеяться. Она любой сеялкой может сеяться. А у нас на 11-м поле соя будет расти, как ни странно. Так что, если они там раньше закончат работу, то, в принципе, можно будет его тоже закультивировать и отправить сеять в сою с помощью этой сажалки. Но посмотрим, что там быстрее будет. Вот этого товарища мы отправляем дальше на уборку 4-го, 5-го поля. Давай едь. Ну, а мана поехали разгрузим и посмотрим, что у нас там вообще происходит с пшеницей, с рожей, с льном. Ну, лен уже закончил возиться пшеницей, он еще везется. Кстати, последний раз, последний рейс, едет товарищ, который везет пшеницу. Замечательно. Выгружаем остатки ржи. И давайте откроем меню склада, посмотрим, что почем, что чего. Да, пшеницы уже нету, а рож есть. 9 поездок отвезти всю эту рожь. Если возить по 54 куба, я думаю, что мы отправим нашего зерновоза, который сейчас пшеницу возит, как раз сделать эти самые 9 поездок и отвезти это все дело на мельницу. Опять-таки, давайте еще по заводам пробежимся по-быстренькому. Ну, пшеница уже довольно-таки большое количество переработалось. Я думаю, что вся мука переработается у нас до завтра, поэтому мы ее продадим. На маслоэкстракционном заводе не так все быстро, конечно, работает. Ну, 200 кубов льна осталось. Его не так много, вот в чем дело. Урожайность не такая большая. Ну, и льняного масла уже тоже у нас приличненько. 320 кубов. Ну, и еще рапсового добавится, потому что мы сейчас пойдем собирать канолку. А мы как раз перехватываем тогда нашего зерновоза. Он как раз привез сюда пшеничку. Сейчас он ее выгрузит. Мы его остановим и поставим его возить рожь. Те же самые 9 раз ему надо будет скататься и все будет нормально. Вот он почему-то после... Ну, это автодрайв так работает. После того, как он загрузился или выгрузился, он еще стоит несколько секунд и ждет. И это не круто. Но ничего страшного. Те, все, выгрузился. Мы его прерываем. 9 поездок ему обратно вернулось. Давайте его даже еще вперед немножко заточку поставим на всякий случай. Правда, смысла от этого никакого нету, но почему-то мне захотелось. И 9 раз рожь. Давай, друг, катайся, вози. А мы возвращаемся на 4-е, 5-е поле, где у нас растет канолка. И давайте этих ребят тоже в работу сейчас поставим. Все отцепляем, все цепляем, перецепляем, открываем бункера. Генерируем маршрут уже на 3 комбайна сразу. И это будет вполне себе веселое занятие. Я думаю, что вокруг здесь 500 раз кататься смысла нету. Мне кажется, даже и 2 хватит. По большому счету. Поле 4-5, 2 раза по кругу и совместно работающих орудий ставим 3. Оу. Вот тут, кстати, может возникнуть некоторый конфуз. Но если далеко отпустить комбайн, то ничего не возникнет. Ладно, пофигу. Итак, ты у нас будешь работать тогда слева. Мы тебя со стартовой точки запускаем. Ты работаешь слева. Ты будешь молодцом. Далее вот этого товарища. Делаем он то же самое. Отцепляем, все перецепляем. Отправим его работать уже по центру. Дынь. Все, подцепились. Выставляем его тоже на стартовую точку. Открываем курс плейчик. Копируем маршрут от идеала. И справа. Нет, по центру все правильно. По центру, дружище, ты будешь работать. И давай со стартовой точки. Бздынь. Погнал. У тебя тоже все будет нормально. И последнее это Джонни. Третий комбайн, который мы сюда забубеним. Абсолютно все то же самое. Отцепляемся. Открываемся. Перецепляемся. Упс, не попал. Бывает. Во. Нормал дым. То же самое. Открываем курс плейчик. Копируем маршрут идеала. И ставим работать справа. Ну и со стартовой точки. Здесь все как обычно. Мы его сейчас отправим работать. Мне кажется, они втроем это поле вообще за раз-два уберут. То есть, это прям 100% будет намного быстрее, чем... А, еще надо поставить ему несколько орудий, чтобы он 100 метров держал дистанцию. Ну что, 20 минут он обещает убирать это поле. Ну и еще минут, я думаю, за 15 вот это поле уберется. Тут тоже растет канола. Поэтому я, друзья, эти два поля вместе буду убирать параллельно. Далее, если посмотрим на карту, 19 поле у нас сеется. И в принципе, уже где-то половина, даже чуть больше засеялась. 8, 9, 10 культивируется и сеется. А где товарищ, который его должен сеять вообще? Где потерялся? Ага, понял, где он потерялся. В общем-то, стоит. Ждет пока ман. В общем-то, все это дело сеется. 11 поле потом будет засеяно соя. И 4, 5, 6, 7, если раньше освободиться, чем я закончу товарищ, который 19 поле сеет, то, соответственно, я его перегоню тоже на 4, 5. Там тоже будет у нас расти соя. В общем-то, встретимся, когда вся уборка будет закончена. А, друзья, смотрите-ка, что у нас вылезло. Срочный груз, мать его. И знаете что? Наверное, мы его поедем и сделаем. Предложение действует 13 минут. Время выполнения у него, правда, так себе. Мука пшеничная фасованная. А что самое интересное, мы можем не из заначки даже взять, а мы же сейчас как раз и делаем эту самую пшеничную фасованную муку. И у нас деревья растут по одному, еще больше становится, и у меня начинает фпс проседать потихоньку. Они, по-моему, реально по одному здесь по очереди растут. Ладно, пофигу на самом деле. Короче, смотрите, что мы делаем. Срочный груз, это хорошая штука. И у нас есть вот такая вот штука классная. Контейнер называется. И джи-си-бишка. Мы его сейчас выведем на дорогу. За бубеньем ему автодрайв. Куда надо это вести? ЖД-станция, бокс номер 13. Смотри, друг, один раз ты загружаешь мука пшеничная фасованная, да. Мука пшеничная фасованная. Загружаешь на мельницу. На мельнице. Склад, товар загрузка, да. Едешь на ЖД. Бокс номер 13. Один раз, все, давай едь. После этого он, я так понимаю, поедет помыться. Пускай едет загружается. Мы пока что срочно груз не принимаем. Потому что за 4 минуты он туда не съездит. Он, увы, 5 минут только туда поедет. До мельницы. Конечно, если бы я сам поехал, еще взял мана какого-нибудь, то это все было бы в миллион раз быстрее. Но я лентяй, я не хочу. У нас тут, тем более, еще есть куча задач по уборке поля. Кстати, поле почти убрано. Что-то у меня серьезно просел фпс. До 30. Что за херня вообще? Правда, все работают, все молодцы. Ладно, сейчас мы всех комбайнов снимем с маршрута. Станет полегче. Но я думаю, что это из-за деревьев, кстати. Мне почему-то так кажется. Много объектов, там много тюков лежит. Много деревьев выросло. И они сейчас в процессе роста. Так, товарищ, давай, выгружай в меня все, что в тебе есть. Вообще, надо даже на него переключиться. И сделать вот так вот. Бздынь, выгружайся. Трубу закрывай. Сжатку расцепляй. Отцепляй. Сам себя сворачивай. О, все просто. Сейчас со вторым комбайном то же самое будет. Сжатку подцепляй. Курсплейчик закрывай. И на автомойка база. Мойся, едь вперед. Так, кто у нас там следующий? Вот ты. С тобой делаем то же самое. Маршрут сбрасываем. Выбираем тебе автомойка база. Пока мы тут с мышкой играемся. Трубу открываем. Погнали, выгрузимся. Там Джоник уже тоже почти закончил. Уже можно сейчас будет самолетик вызвать. Да, кстати. Знаете что? У нас с балансом опять беда. Мне на удобрение не хватит. В 12 часов дня списались деньги за амортизацию недвижимости и всего вот этого ввода. Заводы ж некоторые работали. Поэтому там списалась куча денег. Так, жадочку отцепляем. Сдынь. Комбайн тоже сворачиваем. Сдынь. Жадку цепляем сзади. Вот так вот. Сдынь. И отправляем его на автомойку. Все. Теперь Джонни. Джонни тоже все убрал. Самый набитый оказался. И тоже все сворачиваем. И выбираем автомойка база. И погнали тебя в мана разгрузим. Вот так вот. Сдынь. Вроде все должно влезть. Будет обидно если не влезет. Перегрузка у него конечно не самая быстрая, которую можно было придумать. Но ничего страшного. Так, это есть. Все влезло. Это замечательно. Значит жадочку мы тоже отцепляем. Только сначала колесики надо выставить. Вот так вот. Все сворачиваем. Жадочку сзади цепляем. Сдынь. И отправляем его на автомойку. Тут все понятно. Где наша Джесси Бишка? Джесси Бишка едет еще не загрузилась. Слушайте, надо уже сейчас будет принимать этот срочный груз. А он еще не доехал до мельницы. До мельницы. Ну ладно. Рано или поздно доедет. Погнали друзья. Выгрузим сейчас канолу. О, мука пшеничная фасованная. Пошла загрузка. Замечательно. Черт, и он целый прицеп. Я забыл ему поставить, чтобы он 13 кубов всего загрузил. Ну ладно, ничего страшного. Выгрузим значит больше. Тоже денег заработаем. Ну как заработаем? Ну, по сути, да, заработаем. Так, садута мы выгружаемся. Так вот, бздынь. И стой пока здесь. Ну, погнали разбираться с нашими комбайнами. Которые сейчас здесь вот открылись. Надо их всех, после того как они помоются, расставить на свои места. Так, с Джонника тоже паркуем. Глушим и вылазим из этого ангара. Черт, я застрял. Черт, я куда-то не туда залез. Во, вроде выбрался. Аллилуйя. Так, срочный груз я, кстати, уже принял. Этот ангар мы закрываем. И погнали сбегаем. Че, деревья все выросли? Не, не все. Что-то они... Ну они, да, они скорее по... Или не по очереди. Че-то как-то не уследил. Мы с этой стороны не выросшие были. Да пофигу на самом деле, че уж там. Да, заказ на срочную поставку товара выполнен. Доход от продажи продукции 24 тысячи. Они сейчас лишними прям вот вообще не будут. Только где эта Джесси Бишка? Вон она. Ну и в ней осталась еще мука. И выгрузить ее сюда больше нельзя. Ну и ладно. Едь тогда выгружайся на мельница склад выгрузка. А потом поедешь домой. Мы, друзья, возвращаемся на базу. И наскласс. Что у нас там получилось по каноле? И что у нас сейчас по ржи? Ржи еще 170 кубов. Короче, он катается. Пускай катается. Канола 221 куб получилось. Это те же самые. Четыре раза съездить ему на маслоэкстракционный завод. Поэтому давайте его заставим четыре раза съездить на маслоэкстракционный завод. И отвезти туда канолу. Зерно загрузка. Масляный завод выгрузка. И канола. 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 Отлично. Бздынь. Ставим его на какую-нибудь точку. Желательно подальше. Например, вот здесь. Пускай едет, загружается. А, он здесь и загружается. Ну и ладно. Отлично. Просто я попутал. Далее, друзья, по полям еще смотрим, что у нас происходит. Во-первых, сеется 9, 10, 11. Тут все хорошо. 4, 5 уже тоже сеется соей. Но после того, как он закончит, переставим его на 6, 7. Тут культиватор у нас на 11 поле работает. Туда можно отправить, в принципе, еще одну нашу сеялку. Ее тоже можно зарядить соей. И отправить по-быстрому он туда. Все это дело посеет. Можно, в принципе, и культиватора на 6, 7 это переставить. И ту сеялку отправить. В общем-то, с этим я разберусь. Это все не важно. У нас все будет посеяно. Сколько у нас, что тут по деньгам будет. Возможно, еще придется на удобрение взять кредит. С другой стороны, есть интересные контрактики. Можно тут и хлопочек убрать за 18 тысяч. И за 40 тысяч можно и свеклы поубирать. Плюс еще свеклы там останется попродавать ее. И закультивировать можно. Короче, может быть и можно что-нибудь даже поделать. Если их пообновлять, то ничего нового пока что нету. Увы. Ну и ладно. В общем-то, на этом я серию закончу. В следующий раз у нас финал сезона, последняя уборочная, продажи всех урожаев, которые будут. Заводы все доработают. Кто что доработает. Ну и встретимся, друзья, в следующей серии. И спонсорам, друзья, огромное спасибо за поддержку. Если хотите смотреть ролики заранее, то добро пожаловать в спонсорские подписки. Не хотите? И ладно. Все равно это не мешает вам поставить лайкусик. Если не подписан, то подписывайтесь, комментарии. В общем-то, пишите. И с вами был Никита Дилы. И всем всего доброго. Пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok